Добро пожаловать на канал Умелый Терем, друзья! Сегодня я хочу вам рассказать об исполнении одной из моих мечт, которая исполнилась на удивление легко и довольно просто, и об одной новой возможности, которая, на мой взгляд, есть теперь у рукодельниц и рукодельников, но которые мало кто еще пока использует. Хотя, возможно, я ошибаюсь. О ней я узнала тоже не так давно, поэтому, по ходу, я обо всем расскажу и даже сделаю интересное предложение для некоторых рукодельниц. Так что смотрите, вдруг это вам тоже понравится. Друзья, те, кто не первый раз зашел на мой канал, знают, что я очень люблю работать с бумагой в разных техниках, в разных видах оригами, создаю кусудамы, но, несмотря на это, не все виды техник, работы с бумагой мне под силу. На некоторые я любуюсь. И одна из этих техник – это квиллинг. Вот он у меня как-то не очень получается, но мне безумно нравятся такие работы. Я слежу за мастерами некоторыми, которые работают в этой прекрасной технике. Невероятная, фантастическая техника. Но меня она, если честно, изумляет. Настолько ювелирна, настолько ажурна, воздушна. Ну, в общем, волшебная. Мне очень нравятся вот такие работы. И я с удовольствием смотрела на работы Марии Мироновой. Естественно, мне, конечно, хотелось какую-то из ее работ приобрести. Но мы живем в разных странах, друзья. И поэтому я понимала, что пересылка, доставка будет стоить дороже, чем открыточки Марии. Но это еще куда не шло. Но вот как долго будет идти эта пересылка – это другой вопрос. И он меня довольно-таки останавливал. Но такая возможность у меня появилась. Я с удовольствием ею воспользовалась. И купила себе вот такую шикарнейшую, волшебную, наполненную любовью. Вот эта энергетика чувствуется. Ну, реально, я чувствую вот эту энергетику ручной работы. Да и еще в моем любимом фиолетовом цвете вот такая открыточка с собой. Я купила ее для себя. Хотя она, конечно, может стать шикарным подарком для тех, кто ценит такие открытки. А все это случилось потому, что у Марии теперь есть магазин на Вайлберрис. А Вайлберрис доставляет к нам в Беларусь товары с бесплатной доставкой из России, ну и, наверное, других стран тоже. Поэтому через три дня я получила свою великолепную открыточку. И теперь у меня тоже есть открытка в технике Квилинг. Она вот такая замечательная. И теперь я жду, когда у Марии появятся в магазине магнитики. Они у нее тоже очень интересные. Она создает свой дизайн магнитиков. Я видела такого петушка безумно красивого. Вот. И я очень жду и хочу тоже приобрести тоже через Вайлберрис. И для себя, и уже для друзей тоже в подарок. Поэтому, друзья, это меня еще натолкнуло на мысль о том, что я, если честно, больше на Вайлберрис не видела магазинов-рукодельников. Поэтому, если вы вдруг будете смотреть это видео, и у вас есть свои товары ручной работы, изделия, и у вас есть магазин на Вайлберрис, пожалуйста, оставляйте ссылки на ваши магазинчики. Я с удовольствием зайду, посмотрю, а, возможно, еще прикуплю что-то для себя. Ну, а потом сделаю обзор, чтобы и другие знали. Потому что я подозреваю, что, наверное, на Вайлберрис много уже рукодельников пользуются этой возможностью продаж. Хотя не знаю. Ну, вот, я пока знаю только один магазин Марии. Больше мне другие не попадались. Вайлберрис мне тоже не предлагал. Поэтому, пока не знаю, я бы с удовольствием покупала вот такие изделия ручной работы. Потому что экономия на пересылке, ну, мелочь, а приятно. Хотя это довольно не мелочь, если из другой страны, из России. Ну, а во-вторых, это экономия по времени. И приходят они в очень хорошем качестве. То есть у меня вот пришли в такой очень хорошей плотной коробочке. Коробочка очень плотная. Вот. Ничего не помялось. Все прекрасно. Поэтому, ну, вот такая интересная возможность. Если вы о ней знаете, может, вы знаете магазины других рукодельников на Вайлберрис, которых вы покупаете, тоже можете оставлять ссылочки. Только я вас очень прошу. Именно на рукодельные магазины. На Вайлберрис уйма магазинов. Это, кстати, классная штука. Я больше всего теперь покупаю товаров на Вайлберрис. Потому что есть возможность неспешно выбрать. И мне она очень нравится. У меня даже где-то там далеко-далеко закралась мысля продавать свои товары на Вайлберрис. Но, если честно, пока у меня нет времени. Потому что я пока в цветочном царстве. Вот видите, у меня тут даже рабочий стол, на котором я раньше проводила прямые эфиры и мастер-классы. А теперь у меня в основном здесь цветы. И я вот немножко выделяю место, чтобы снять какое-то видео. Ну, вы знаете, вот недавно на том же Вайлберрис купила шикарную фиолетовую бумагу. Мне вот еще понравилась эта совушка, потому что она в фиолетовых оттенках. Она мне очень... Вот то, что вот все мое. И сова, поскольку я сама сова по стилю жизни. И мои любимые фиолетовые оттенки. Ну, то есть все сложилось. И я когда увидела, я решила, что все, это открытка моя. Да, я ее хочу. И тем более она придет ко мне вот так вот быстренько. Ну, три дня с Россией, ну, это супер. По почте я могла бы ждать ее и месяц. Но иногда бывают, конечно, и такие моменты, что теряются, к сожалению. Вот, друзья, поэтому я вот прикупила тоже на Вайлберрис 10 метров упаковочной бумаги фиолетового такого вот, вот такого вот цвета, вот как у меня здесь на этой подковке. Вот такого. Я очень люблю этот фиолетовый цвет. Поэтому какой-то мастер-класс по оригами. Меня уже спрашивают, когда он будет, все цветы, цветы. Ну, да. Но я постараюсь что-то сделать. Скорее всего, это будет, возможно, не модульная оригами. А может, модульная. Не знаю, друзья, не буду загадывать. Я теперь работаю не по плану, потому что мои планы часто накрываются медным тазом. Планируешь одно, получается другое. Я работаю по вдохновению. Ко мне пришла эта открыточка. У меня сейчас такое вдохновение, что вот я решила его поделиться с вами. Возможно, кто-то для себя узнает из рукодельников о новой возможности продавать свои товары через Вайлберрис. Естественно, плюсы и минусы есть везде и во всех способах. Но, как мне кажется, это тоже интересная возможность. Я бы, наверное, тоже этой возможностью использовалась, если бы я не ушла в свое цветочное царство. Кстати, вот жалко, что Вайлберрис еще цветы так не продает разных сортов. Например, Беларгонии, Бегонии, через Вайлберрис. А может быть и хорошо, а то у меня уже и так места свободного нет. Ну, ладно. Вот, друзья. Так что я буду очень рада увидеть ссылочки на ваши магазины, на Вайлберрис, если они там есть. Потому что, так же, как я люблю цветы, я люблю вот такие изделия ручной работы. Люблю их и создавать. Но не все техники, естественно, один человек не может охватить. Поэтому, если мне что-то нравится, мне очень нравятся работы резные по дереву. Если бы я увидела, я бы тоже обязательно прикупила. Когда-то я немножко в школьные годы начинала вырезать по дереву. Ну, не смейтесь. Даже когда-то с помощью преподавателя я вырезала вот такого гномика. Ну, на этом, к сожалению, моя резьба по дереву закончилась. Но мне по-прежнему нравятся такие работы. Я бы с удовольствием купила. Поэтому, друзья, я очень буду вам благодарна, если вы поделитесь ссылочками на магазины ручной работы на Вайлберрис. Ну, простите, что видео получилось длинным. Тем, кто будет писать, что видео... Оп! Тори. Что видео ни о чем. И оно неинтересное и так далее. Есть у меня такие зрители. Ну, что ж, спасибо, что видео не понравилось. Но, тем не менее, у вас наслось время написать комментарий. Это для меня, конечно, интересная версия общения. Ну, да бог с ним. Не для этого оно создавалось. Так, небольшой отступленец. Вот, друзья. Поэтому вот так. Да, забыла совсем сказать, что ссылочку на магазин Маши я оставлю, Марии Мироновой, я оставлю в описании под этим видео. Ссылочку на ее канал. У нее есть канал на YouTube с мастер-классами. Можно поучиться. Тоже оставлю в описании под видео. И ссылочку на Дзен-канал, где, кстати, Мария рассказывает о том, как она продвигает свои товары, как отправляет и так далее. Очень-очень много нюансов, как она работает на Wildberries. Я думаю, если вы захотите попробовать, они вам очень пригодятся. Это у нее идет на Яндекс.Дзене, на ее канале. Поэтому ссылочки я обязательно оставлю с открытой душой, потому что Мария очень щедро делится информацией и по творчеству, и по продвижению, и делать все это с любовью. Мне очень нравится, Машенька, с вами общаться. Пусть мы далеко находимся, но вот теперь у меня есть частичка вашей души, вашей любви у меня в руках. Я очень-очень счастлива, честно. Для счастья, как говорится, много не надо. Кстати, смотрите, вот в открыточке есть такой конвертик. Сюда запросто можно положить еще и денежку, если кому-то дарить. Но это я дарить не буду. Это я себе любимой подарила. Ну, вот так, друзья. Буду ждать ваши комментарии, буду ждать ваши ссылочки. Если найду какой-то тоже интересный магазинчик, который меня зацепит, который меня что-то куплено, то тоже обязательно поделюсь. Почему бы нет? Пусть люди знают, потому что такие вещи, они приносят счастье, радость. Пусть этого будет больше в нашем мире. Ну, вот такое большое, возможно, видео у меня получилось. А мне так захотелось. Кто со мной, тому, я думаю, понравится. Кто случайно прошел, надеюсь, пройдет мимо. Если все равно оставит любой комментарий, буду благодарна. Ну что, друзья, на сегодня все. Надеюсь, вдохновение меня посетит. И я скоро вас тоже порадую каким-то мастер-классом по оригами. На сегодня, друзья, все. До новых встреч. Пока. Продолжение следует.